я получаю многие вопросы по поводу техники технических моментов варбрессинге поэтому сегодня пожалуй начнем эту рубрику рубрику с правильности выполнения техники и для начала для начала хочу показать вам все элементы которые связывают в одну целое технику крюк технику крюка с нами сегодня в клубе находится кшиштоф кубе который нам поможет показать эту технику и как я его правильно выполню и так прежде всего в технике крюка одним из важных элементов это ваш рычаг естественно если вы работаете на крюк мы говорим в этом моменте что работают прежде всего пальцы пальцы кисть супинатор бицепс грудь и широчайшие спины и так во время захвата на технике в технику крюк спортсмен может свой палец выставлять высоко или его прятать под указательный палец что происходит моменте когда мы устанавливаем палец открытым в моменте установки захвата если у вас достаточно длинный указательный палец вы можете его спрятать вот таким образом если же у вас этот палец несколько короче желательно его выставить вот сюда почему потому что одним из элементов крюка это по команде ready go получить преимущество в атаке путем сокращения рычага вашей руки как это происходит еще раз попрошу обратно устанавливаем локоть во время захвата где-то приблизительно в среднюю линию когда мы начинаем выставим свои пальцы то есть практически ваша ваша ладонь вот здесь не двигается и судья видит что уже практически готовы вы готовы к команде ready go вам несколько нужно изменить рычаг вот таким образом то есть чем вы ниже опустите свой рычаг свою руку ниже тем самым сделайте несколько прославленные пальцы пальцы ладони противника тем для вас будет выгоднейшая позиция и так естественно устанавливаем плечи параллельно столу по команде ready go мы начинаем ротацию плеча одновременно с кистью вовнутрь то есть делаем так звенную супинацию вот таким образом одним из элементов во второй фазе крюка это разогнуть рабочий угол соперника его можно сделать на несколько способов один из способов потянуть плечами на себя разогнув угол между предплечьем и плечом соперника а потом постараться локтем въехать вперед своим локтем въехать вперед тем самым мощнее загнуть максимально загнуть свою кисть с такого положения практически соперник если будет даже хотеть бороться через верх ему не удастся потому что вы находитесь в лучшей для себя позиции и естественно вы ему не позволите сделать контратакующее движение вверхом после того как вы практически заблокировали движение его вверх разогнули ему угол между предплечьем и плечом вы можете делать третью фазу фаза завершения атаки то есть или это будет движение целым телом локтем вперед на трицепс или это будет движение на бицепс на себя все это будет зависеть от тех той силы которую вы наработали в целом звене вашей руки если вы сильнее гораздо сильнее на бицепс понятное дело ваше движение будет выглядеть вот таким образом если вы будете пробовать это делать на вы используя мышцы спины вы будете от осаживать локоть свой по линии назад вот противоположный угол тем самым продолжать разгибать этот угол конечной фазе в последней четвертой вы можете просто дожать спортсмена трицепсом при этом нужно не забывать многие судьи на это не обращают внимание что среднюю линию если плечо ваше пересекает среднюю линию вот таким образом судья должен дать фол как правило наши судьи на это не обращать внимание то есть наш наше поле где мы работаем технически работаем находится в половинке стола то есть вот эти 33 сантиметра это наша половинка стола если же спортсмен заходят вот таким образом залить за среднюю линию стола он должен получить фол на это никто не обращает внимание но скажем так если вы в состоянии дожать спортсмена в трицепс вы можете также сама наклоняя кисть уже другую сторону то есть не носить обращать не на себя только вот таким образом может так само дожать так и третий способ это натягивая его в бицепс на себя тем самым рука изгиб руки противника переходит ниже условного валика то есть ниже 10 сантиметров это один из элементов крюка в последующих наших фильмах я постараюсь вам показать еще мы будем возвращаться к этой теме крюков поэтому естественно будут показаться еще дополнительные нюансы техники крюка какое-то количество но и это все по сравнению это все